Здравствуйте! На канале ТВ5. Время новостей. В студии Елена Зайцева. Бороться с разведывательно-диверсионными группами на востоке Украины бойцы Запорожского спецподразделения «Сармат» отправились в зону антитеррористической операции. Платить больше за содержание запорожских домов спасет ли повышение тарифов? Коммунальное предприятие «Основания» представители общественности сомневаются. Картина на холсте запорожских зданий. Молодые художники продолжают воплощать в жизнь арт-проект победитель конкурса «Мы – это город». Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина восстанавливает курс на евроатлантическую интеграцию. Об этом говорится в его обращении к членам парламентской ассамблеи НАТО. Порошенко подчеркнул, что Украина нуждается в защите суверенитета и территориальной целостности, усилении обороны, демократических институтов и в реализации политических и экономических реформ. И сегодня же президент заявил, что решение о вступлении страны в Североатлантический альянс должно приниматься на всеукраинском референдуме. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина будет членом альянса, если выполнит все необходимые условия и если этого захотят сами украинцы. В зоне антитуристической операции за минувшие сутки погибли трое и ранены 24 украинских военных. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, за сутки было зафиксировано 56 попыток атак боевиков на позиции сил АТО. Бойцы запорожского спецназа «Сармат» сегодня отправились в зону антитуристической операции. По словам военных, подразделение воинской службы правопорядка создано всего несколько месяцев назад. Впрочем, несмотря на это, бойцы готовы выполнять боевые задачи. Как их провожали на передовую в материале наших журналистов. Два месяца подготовки и на передовую. Отряд «Сармат» едет выполнять боевые задачи на восток Украины. Многие из бойцов отправляются в зону АТО не впервые. Я не первый раз уже еду просто. Ну что сказать? Переживаю. А где были дуэты? В Донецкой области тоже. В составе подразделения военнослужащие не только Запорожского региона, но и других областей Украины. Среди них контрактники вооруженных сил и мобилизованные. Отряд «Сармат» базируется на территории 55-й отдельной арт-бригады. Это первая отправка бойцов спецподразделения в зону АТО. Больше всего, по словам военнослужащих, их смущает погода. Причем утверждают, к холодам готовы. Холодно. Насколько обеспечено обмонтирование? Нормально обеспечено. Все есть, да. Все хорошо. Боевое настроение. Уже давно настроился. Переживать не стоит, потому что оно не поможет в бою. Провожают бойцов их родные, близкие, друзья и знакомые, а также небезразличные запорожцы и волонтеры. Каждый из них верит, бойцы обязательно вернутся домой живыми и невредимыми. Так считает и пятиклассник Михаил Равич, который пришел на плац с подарками – компасом и биноклем. Компас и бинокль я купил, в принципе, недавно. Но они были мои любимые. Я их купил на свои, можно сказать, последние карманные деньги. Но как только понял, что им нужнее, я сразу передал. Мария Соболь в зону АТО провожает своего молодого человека Дмитрия. Говорит, пошел служить для того, чтобы военные действия скорее завершились и в Украине воцарился мир. Верю, что он вернется. Верю, что все будет хорошо. Будем его ждать с его мамой, с его друзьями. Сказала, что люблю его, что жду его и дождусь всего. Ориентировочно на передовой бойцы будут находиться около двух месяцев. Затем – ротация. Мелитопольские активисты, местные самообороны собрались у здания городского отдела милиции с требованием беспрепятственного расследования инцидента с избиением участников АТО. Драка с неизвестными произошла на центральной площади города накануне ночью. В понедельник около трех часов ночи двое военнослужащих, вернувшихся из зоны АТО, были избиты неизвестными. Один из пострадавших – танкист, представленный к правительственной награде. Второй – десантник. Оба обратились за медицинской помощью в больницу. Новость об инциденте не оставила равнодушными местных активистов. С требованием установить виновных они пришли к зданию Мелитопольского городдела милиции. «Очевидно, были спровоцированы какими-то людьми, сепаратически настроенными, ну и отлупили их порядочно. То есть одному нос сломали, второму так опухшее лицо чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть, так прилично, прилично подопухшее, да». «Один из них был известный киборг, его позывной 33-й, он танкист, как ребята говорят, и он в Киев должен был ехать, вот, получать награду». В милицию факт происшествия не отрицают. «В три часа ночи произошла бийка или драка между сотрудниками милиции, якобы, и участниками АТО. Вот и все. Данная информация проверяется». «Следственная оперативная группа выезжала на место?» «События, о которых было заявлено, происходили в три часа ночи. А поступило сообщение в шесть часов утра». Собравшихся у здания Мелитопольского городдела милиции возмущает факт возможного участия среди нападавших – сотрудника правоохранительных органов. Именно поэтому люди боятся, что дело будет спущено на тормозах. «Уезжаю, проезжай, тут беспредел. Уезжаю, там защищаем, а здесь оставляем, кого заставляем, и после кого мы разгребать будем. Понимаете, только это мы хотим сказать». Правоохранители заверили собравшихся, что проведут тщательное расследование ЧП с участниками АТО. Если окажется, что в нём замешаны милиционеры, от ответственности им не уйти. «Полдня только прошло. Сейчас сняли видеозапись, приняли заявление. Проводится отработка территории. Мы только в 10 часов пришёл, Яша и Сергей только во сколько? В 10 или в 11 часов Наталья Петровна их привезла». Активисты обещают держать дело на контроле и не дать в обиду военных, которые защищают Украину на востоке страны. А в минувшую субботу в Украине вспоминали жертв Голодомора 1932-1933 годов. По разным данным, в Запорожской области эта страшная трагедия унесла тысячи жизней. Практически в каждой запорожской семье есть своя история о тех страшных годах. Что рассказывают горожане о Голодоморе и как почтили память жертв трагедии в нашем следующем сюжете? В субботу около полудня на фестивальной площади Запорожья собираются горожане, чтобы пройти скорбным митингом до памятника жертвам политических репрессий. В руках у людей цветы, колоски и хлеб, о котором украинцы в 1932-1933 годах прошлого века могли только мечтать. Многие из участников митинга в этот день вспоминают своих родственников, ставших жертвами страшной трагедии. У моей семьи пять человек померло от голоду в 1935 году. Дедушка, бабушка и трое старших детей, а меньших трое, все, что было, давали им. Эти трое выжили. И когда они померли, тогда этих детей определили, где свиньям есть, варили в той хате, и они ели то, что варили свиньям. У бабушки было 12 детей, и у нее пятеро детей умерло от голода. И она, я помню, то, что они убежали из Преображенки в Симферополь, ну, после такой инцидент, запомнила на всю жизнь. Она сидела, а потом что-то такое, ну, часто приходила к мысли, к этой, и, значит, взялась двумя руками за голову и говорит, и склонила голову до колена, и говорит, на свою голову сделали революцию. Для советского режима голод стал единственным оружием, которое усмирило свободолюбивое украинское крестьянство, не желавшее вступать в колхозы и подчиняться советской власти. Долгое время очевидцы боялись рассказывать о ужасах тех лет. История передавалась из поколения в поколение только в узком семейном кругу. Сегодня о Голодоморе рассказывают уже правнуки людей, переживших трагедию. Моя прабабуся подчас Голодомору жила в Херсонской области, и она рассказывала моей бабусе про то, как они голодували, про то, как ели кору с дерев, про то, как собирали залишки пшеницы на полях, ховалися от НКВДшников, которые четко следовали за тем, чтобы люди не находились в себе ежи. Участники скорбного митинга прошли маршем от площади фестивальной до памятника жертвам политических репрессий, что по улице Дзержинского. К памятному знаку возложили цветы, зажгли свечи и провели траурный молебен. А вечером запорожцы собрались у памятника жертвам Голодомора по улице 12 апреля. На митинг пришли семьями, студенческими и трудовыми коллективами. Мы пришли пощить память умерших 70-80 лет назад, в 32-м году. Правильно это произошло? Это наша история, которая должна жить в наших сердцах, которую мы должны помнить, чтобы больше такого не происходило. Анна Яковлевна приступа пережила Голодомор. Ей тогда было около двух лет. Женщина родилась в 31-м году. О тех страшных днях рассказывает со слов матери. Говорит, ей и сестре выжить удалось лишь благодаря бегству в Крым. А вот отец и дед были расстреляны за сопротивление режиму. Дедушку по отцовской линии, дедушку и моего тата подстреляли просто за какие-то слова. Зачем же вы забираете в каждой семье детей очень много кормить, а они все это забирают и все за голоду пухнут. И они все их расстреляли. До сих пор точно неизвестно, сколько украинцев стало жертвами искусственно созданного голода 1932-1933 годов. Никто не вел статистику ужасной трагедии. Только по документально установленным фактам, которые содержатся в Государственном архиве, в Запорожской области от голода умерло 33 тысячи человек. Однако историки уверены, на самом деле цифры в десятки раз больше. Мы по Украине считаем цифры, что в межах от 2 до 8 миллионов загибших, несколько сот тысяч загибших по Запорожской области. Страшная статистика еще и тем, что больше половины загибших, это дети в веке до 14-ти, гинули райдинами, гинули поселениями, гинули селами. Жахливая трагедия, которую мы должны помнить, трагедия, которая прошлася колесом по нации. Участники митинга у памятника жертвам Голодомора присоединились к общенациональной минуте молчания, которое в Украине было объявлено в 16 часов. В Запорожье в ней участвовали даже промышленные предприятия. Там, где позволяет технологический процесс, в это время была приостановлена работа. После минуты молчания священнослужители различных конфессий провели у памятника панихиду о погибших, а горожане возложили к памятнику цветы, колоски пшеницы, перевязанные траурными лентами, хлеб и зажгли сотни свечей. В Запорожье грядет очередное повышение тарифов. На этот раз городские власти планируют увеличить оплату за услуги коммунального предприятия. Говорят, тариф в областном центре один из самых низких в Украине, а стоимость ГСМ и строительных материалов растет с каждым днем. Об этом руководство города и коммунального предприятия сообщили сегодня на пресс-конференции. При этом директор основания отрицает наличие задолженности по зарплате своим работникам и утверждает, что в целом ситуация в сфере ЖКХ города контролируемая. Однако общественники, присутствовавшие на встрече, оптимизм городской власти не разделяют. Все подробности в репортаже Натальи Зайченко. Долги, отсутствие оборотных средств и катастрофические убытки. С каждым днем петля на шее коммунального предприятия основания. Затягивается все туже. А расплачиваться за это, скорее всего, снова придется жителям Запорожья. Представители городской власти заявляют, что тариф по обслуживанию домов не покрывает реальных затрат и готовит горожан к очередному повышению цен. Чудес в мире не бывают, еще раз подчеркиваю. Когда мы приходим в хлеб и покупаем в магазин, вернее, хлеб за 3,25, мы, а его себестоимость 3 гривны, то есть мы не платим за него 2,5 гривны. Нам его просто не продадут. Поэтому, в том числе, начиная от лифтового хозяйства и всего остального, вот по лифтовому хозяйству у нас один из более низких тарифов в Украине вообще. То есть он остался непересмотренным. То есть на сегодня в том же Днепропетровске обслуживание лифтов в три раза дороже обходится и платят за это люди, нежели у нас здесь в Запорожье. Поэтому чудес в мире не бывает. Тариф необходимо пересматривать. При этом проблемы коммунального предприятия основания нарастают, как снежный ком. По факту задержки с выплатой заработной платы работникам КП Живневер и отдел милиции уже открыл уголовное производство. Коммунальщики утверждают, что с сентября этого года не получают заработную плату, в результате чего долг перед работниками предприятия уже составляет почти 3 миллиона гривен. Однако руководство основания продолжает тратить деньги на различные второстепенные нужды, в частности на ремонт собственных помещений, говорится в информации, опубликованной на сайте Запорожской прокуратуры. Правда, руководитель основания утверждает, что об уголовном производстве даже не слышал, а ремонт в своем кабинете выполняют по настоятельному требованию общественности. Ко мне уже не помню, в августе месяце приходила группа народной рады, видели прекрасно, которое в результате затекания кровли, затекания стен было долгие годы, грибок по стенам и обрыв обоев с потолка. Стыдили меня. Еще одна проблема – несвоевременно выставленные счета жителям Запорожья за жилищно-коммунальные услуги. Городские власти объясняют это тем, что частная фирма, в чьих руках находятся базы данных жильцов, отключила ее за долги. Из-за этого произошел сбой. Когда же горожане начали, наконец, получать платежки, то многие из них оказались с ошибками в начислениях. Здесь игры вот эти, околополитические, играют на нашу хозяйственную деятельность. И как результат, мы сегодня остались без программы, которую программу забрал этот уходящий оператор. Это программа, это все наши данные. То есть это вообще, я не знаю, как это можно было позволить допустить. В хаосе вокруг коммунального предприятия «Основания» общественники, которые также приняли участие в пресс-конференции, винят руководство города. На сегодняшний день у меня от нашей Рады народной 4 заявления в прокуратуру, 4 заявления о милиции и такие же документы есть у мэра города. Поэтому вот это то, что сегодня у нас Гавриковы, то, что у нас сегодня Свиркины, то, что у нас еще до сих пор находится вообще на этих рабочих местах, это первая вина именно сына, потому что никаких ему не нанимает. Он нанимает их на работу. Мы наняли его на работу. Если человек не требуется к себе лично, у него нет требуется и к исполнительской дисциплине своих работников. И это привело к тому, что мы сегодня с вами имеем и задолженность, и упадок этого хозяйства. Когда конкретно и насколько будет повышен тариф на обслуживание домов в Запорожье, пока неизвестно. Но то, что это произойдет в ближайшее время, уже никто не сомневается. Сомнительным остается лишь тот факт, что очередное повышение спасет КП основания от краха, а жилищно-коммунальное хозяйство областного центра – от упадка, в котором отрасль ЖКХ находится сегодня. Бердянская самооборона открыла курсы оказания первой медицинской помощи в военных условиях. Их необходимость проведения подобных тренингов, по мнению их участников, обусловлена территориальным расположением курортного города. Линия обороны Украины находится в 100 километрах от Бердянска – важного стратегического узла, связывающего Восток с другими регионами страны. Мы организовали для того, чтобы люди понимали ситуацию, которая происходит сейчас у нас в городе и в округе, так что, чтобы были готовы оказать первую медицинскую помощь как раненым, так и пострадавшим, которые могут быть после разрушения. Конечно, не хотелось бы, чтобы это все было, но, тем не менее, мы предложили провести такие курсы. На данный момент укомплектовано две группы по 30 человек. Всего будет проведено 8 занятий – инструкторы, врачи, а также те люди, которые принимали участие в боевых действиях в зоне антитеррористической операции. По мере необходимости, говорят представители самообороны Бердянска, на курсах будут организованы дополнительные группы. Запорожцы продолжают удивлять своей щедростью и изобретательностью в деле помощи бойцам АТО, но даже повидавших многое волонтеров, растрогала активность жителей дома номер 16 по улице Авраменко. Всего за неделю люди собрали огромную посылку для запорожских военнослужащих, которые служат на Донбассе. Что передали бойцам, знает Елена Назаренко. Дорогие наши ребята, жильцы нашего дома, решили внести свой вклад в помощь военнослужащим, чтобы вы знали, что мы думаем о вас. Простите. Помним и гордимся вами. Желаем всем вернуться домой живыми и невредимыми. Письмо с такими словами жители дома номер 16 по улице Авраменко вложили в свою посылку для запорожских военнослужащих, которые несут службу в зоне АТО. Идея возникла у председателя кооператива Натальи Коляды. Говорит, сначала собирала передачу от себя, а потом решила пригласить на помощь соседей. Никто не отказал. Всего за неделю люди собрали огромную посылку, в которой и продукты, и одежда, и предметы первой необходимости. Наш город Запорожье, за порогами, и этими порогами являются для нас блокпосты, на которых стоят лучшие из лучших. Цвет нации. Наши мальчики, наши дети, которые нас защищают. И мы решили внести посильную помощь, чтобы обеспечить их и питанием, и одеждой. Готовили деликатесы для солдат, собирали деньги и закупали всё необходимое всем домом. О том, что нужно ребятам на передовой, узнали от волонтёров. По их просьбе приобрели дождевики, паяльные лампы и многое другое. Жители одной из квартир по собственной инициативе купили термобельё и берцы на 8 тысяч гривен. Остальные тоже несли кто что мог. Даже пенсионерки, которые на минимальной пенсии, и те приносили варенье, сахар, кто что мог. Лимоны, яблоки, сало, тушёнка, сгущёнка, консервы, соленья, печенье. Ну, всем миром. В посылку вложили также детские рисунки о поличной просьбе солдат, флаги Украины и Запорожской области. Помощь военнослужащим, говорят жильцы, ещё больше сплатила кооператив. Теперь думают, какой сюрприз приготовить запорожским солдатам к Новому году. В истории нашего волонтерства это особенный случай, потому что ещё никто так не объединялся, чтобы такую количество собрать продуктов, чтобы напрягать весь дом. Нам закупили и плащи водонепронные, и мы говорим, нам нужно двое паяльных лампы, будет вам двое паяльных лампы, нам нужно подушки, будут вам подушки, нам нужно матрасы, одеяло, будут вам матрасы. Ой, просто, ну это до слез. От дома номер 16 по улице Авраменко в зону АТО отправилось три микроавтобуса. Один из них – подарок запорожским бойцам от неравнодушных горожан – останется нести службу в зоне боевых действий. Машины под завязку загрузили подарками, которые сразу отсюда поехали к бойцам 55-й и 23-й запорожских арт-бригад. Ну, стараемся, чтобы у ребят было всё, что есть здесь. Баловать немножко какими-то копчёными штучками. Ребят надо кормить качественно. Чем мы их качественнее будем кормить, больше они будут употреблять тех же самых витаминов. Да, вот не жалеть на лимоны, на такое всё, на мёд с ингредиентами там со специальными. Тем меньше они будут болеть. Жители улицы Авраменко говорят, не собирались привлекать внимание к своей акции. Однако всё же решились пригласить журналистов в надежде, что к их инициативе присоединятся и другие запорожцы. Люди, смотрите на них, учатся и, будь ласка, приедуйтесь. Если бы вот так у каждого дома был такой глава корпоратива, которая взяла и так объединяла каждый дом, представляете? То мы бы солдаты его были и взяли, и одели, и за месяц уже победа была бы. Сотрудники Управления службы безопасности Украины Запорожской области пресекли попытку распространения антиукраинских листовок на территорию региона. В СБУ сообщили, задержан житель Запорожья, представитель областной организации Коммунистической партии Украины. Он действовал согласно указаниям гражданина России, который предложил мужчине поддержать движение с целью создания так называемой Запорожской народной республики. Для этого молодому человеку нужно было распространить полиграфическую продукцию антиукраинского содержания. Злоумышленника задержали на горячем. При получении коробки с тысячей листовок в камере хранения одного из вокзалов ему объявлено официальное предостережение относительно противоправного посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В Запорожье задержали банду наркоторговцев, которые на продаже наркотических и психотропных веществ ежемесячно зарабатывали около полумиллиона гривен. В состав преступной группировки входило шесть человек. Один из главарей ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, как удалось установить правоохранителям. Преступная группа, благодаря обширным коррупционным связям, сумела наладить производство и продажу психотропных веществ и прекурсоров на территории всей Запорожской области. В ходе досудебного расследования сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью вместе со следователями областного главка милиции провели 25 обысков. У злоумышленников были изъяты психотропные и наркотические вещества, оружие, боеприпасы и деньги. Фигурантам дело грозит до 10 лет лишения свободы с конфискации имущества. В теперешний час все злочинцы затриманы и, согласно решению местного суду, находятся под вартою. В теперешний час продолжают следственные расследовательные заходы с методом установления дополнительных злочин и людей, причетных к ним. Еще одно серое запорожское здание украсило необычное граффити. На финальную стадию вышел проект молодых запорожских художников, ставший победителем конкурса «Мы – это город-2014», который проводился в рамках социальных инициатив металлургическим комбинатам «Запорожсталь». Как над проспектом Ленина поселились ангелы, видели наши корреспонденты. Над центральным проспектом Запорожья будут парить два ангела. Авторы идей – молодые художники Юлия Зинченко и Алексей Дрюченко надеются, что их рисунок станет оберегом нашего города. Реализация идеи стала возможной благодаря гранту, который ребята выиграли в социальном проекте комбината «Запорожсталь. Мы – это город». Это уже вторая картина, которую пишут Юлия и Алексей на холсте запорожских зданий. Ранее романтический сюжет украсил дом по улице Авраменко. После тренировки в Шевченковском районе ребята взялись выполнять более ответственную миссию – реализовать свой эскиз на главном проспекте Запорожья. На грант в 50 тысяч гривен, выигранный в конкурсе социальных проектов «Мы – это город», были закуплены краски и арендованы автовышки. В качестве объекта выбрали здание ЗЦНТИ, что на остановке улица Грязнова. Запорожские власти на арт-проект дали добро. Теперь фасад здания будут украшать два ангела. «Идея возникла, ой, я уже даже сейчас не вспомню, потому что куча была идей и эскизов, но вот остановились мы, как-то всё так получилось, что на них. Ну и власти наши согласились на них, и вот мы предложили низкого варианта, они выбрали это. Спасибо большое за простали, за финансирование, за то, что поверили в нас, что мы это сделаем». Работа на высоте 22 метров у ребят спорится быстро и весело. Говорят, вдохновению не мешает ни ветер, ни минусовая температура. Сложности возникли в художественном плане. Эта картина гораздо больше, чем предыдущая, и переносить детали маленького эскиза на такой масштаб непросто. Зато техника уже отработана на предыдущей картине, что позволяет экономить время. «Уже есть небольшой опыт. Мы, во-первых, по времени, мы всегда там опаздывали, вышка у нас простаивала. Сейчас мы уже знаем, сколько нам чего нужно конкретно, и покраски тоже. Ну и думаю, что скорость у нас прибавилась. Самое сложное – это лица и руки. Этот эскиз намного сложнее. И мы сейчас немного мучаемся с этим, но ничего. Зато повышаем свой уровень». Для того, чтобы два ангела взлетели над Запорожским проспектом, художникам понадобилось два дня работы. Ребята надеются, что их творение скрасит горожанам серые будни, а ангелы принесут счастье всем, кто будет проходить мимо. Сегодня в Запорожском государственном медицинском университете состоялось торжественное открытие мемориальной доски проректору по научной части, заведующему кафедрой фармакологии и медицинской рецептуры профессору Виктору Дунаеву, внесшему большой вклад в организацию научной базы этого вуза. Имя профессора Дунаева широко известно учёным не только Украины, но и многих стран мира. Его изыскание в области молекулярной фармакологии, создание медицинских препаратов, среди которых триазолиновая группа, организация Отечественной фармакологической школы стали важными вехами в развитии научной базы не только Запорожского медуниверситета, но и украинской медицины в целом. По инициативе профессора Дунаева в начале 90-х годов прошлого столетия в Запорожье прошёл первый всесоюзный фармакологический форум, на котором учёные из всех республик бывшего СССР узнали о научных открытиях наших фармакологов. Виктор Владимирович как раз попал на своё место. Человек, который объединил всех учёных разных направлений в одно целое, он был инициатором создания центральных лабораторий для того, чтобы уровень научных исследований повысить. Тепло вспоминают Виктора Дунаева и его многочисленные ученики, многие из которых преподают в Запорожском медуниверситете. Это был учитель с большой буквы, человек, выдающийся учёный, человек, который участвовал в создании многих оригинальных препаратов, которые сейчас широко применяются в нашей стране и за рубежом. Особенно тёплые отношения были у Виктора Дунаева с известным трансплантологом, ныне ректором Запорожской медицинской академии после дипломного образования Александром Никоненко. Они вместе заканчивали Рязанский мединститут. В Запорожье дружили семьями. Он был очень интересен в общении. Он очень грамотный, он очень хорошо знал литературу. И что ещё неотъемлемое его качество – это любовь к людям и любовь к друзьям. Год назад Виктора Владимировича не стало. Сегодня в память о нём в Менуниверситете открыли мемориальную доску. Её установили у входа во второй учебный корпус вуза, где более 25 лет трудился выдающийся учёный. В 8 вечера на Ковчеге спектакль с таким названием представили сегодня в Запорожском театре юного зрителя. Постановку привезли львовские гости из Первого академического украинского театра для детей и молодёжи. О чём спектакль знают наши корреспонденты. Эта постановка уже успела полюбиться львовским ребятам. Теперь историю трёх весёлых пингвинов увидят дети и других городов Украины. Спектакль создан на основе пьесы немецкого писателя Уильриха Губа. Его произведение всего за несколько лет стало классикой во многих странах мира. В основе сюжета – история о двух пингвинах, которым разрешили уплыть на Ковчеге. Однако перед ними предстала проблема – их друг остался за бортом. Когда мы начали выставку, не было войны на Украине. А сейчас война есть. Я вижу, насколько этот твёр актуальный. Основное вопрос, которое объясняет трое пингвинов между собой – это, почему мы не можем не свариться. Питание актуальное, что для детей, что особенно для дорослых. Также, есть Бог или нет. Если есть, то какой. И в результате, как мы пингвины приходят до выставки, что, как минимум, мы можем и мусим слушать того голоса, который у нас есть в середине. В создании спектакля Львовской творческой группе помогали представители немецкой стороны из института имени Гёте. А чтобы его смогли увидеть как можно больше украинских зрителей, решили организовать театральное турне. В этих временах очень важно, что мы показываем, не просто говорим о дружественных отношениях, но тоже с нашими проектами показываем, что нам это очень важно. И есть такой хороший немецкий, украинский продукт, как этот спектакль, который уже успешно идёт полтора года. И я придумала, что надо обязательно организовать турне на Восток. Этот спектакль благотворительный. Посмотреть его пригласили ребят из многодетных семей. Они с интересом наблюдали за судьбой героев, грустили и смеялись вместе с ними. В театре юного зрителя говорят, львовских актёров принимают впервые и надеются на дальнейшее сотрудничество. Для нашего театра это приятное событие. Во-первых, мы имеем возможность познакомиться с творчеством наших друзей из Львова, что всегда полезно. Мы рассчитываем на то, что тоже сможем познакомить львовян с тем, что происходит в нашем театре. Надеемся подружиться и тоже быть частью этого проекта. После Запорожья постановку «Восемь вечера на Ковчеге» увидят ребята из Черкасс. В Запорожье накануне собрались сильнейшие люди Украины. В спортивном манеже комбината «Запорожсталь» прошёл финал Кубка Украины по богатырскому многоборью. За право носить титул сильнейшей области страны соревновались запорожские, днепропетровские и николаевские силачи. Целый год украинские богатыри боролись за право попасть в финал Кубка Украины. Было проведено три этапа соревнований. В первом победила команда Николаева, во втором – запорожской области, в третьем – днепропетровцы. В эти выходные силачи собрались в комфортабельном спортивном манеже комбината «Запорожсталь», чтобы выяснить, кто же из них самый сильный. В Запорожье встретились лучшие из лучших, говорит организатор турнира Валерий Газаев. Борьба будет серьёзная. Вышли действительно сильнейшие. Участвуют у нас есть среди участников заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, то есть чемпионы мира, призёры чемпионата мира многократные. У нас на данный момент в этих соревнованиях участвуют четыре человека, которые входят в сборную Украины до 105 килограмм. То есть уровень очень серьёзный. Веса тоже будут достаточно серьёзные. Большинство из них на уровне чемпионата Европы. И даже некоторые из них на уровне не только чемпионата Европы до 105 килограмм, но и супертяжёлой весовой категории. Уже первый конкурс заставил трибуны замереть. Командам нужно было всего за полторы минуты пять раз перебросить покрышку весом в 450 килограммов, перенести коромысло весом в 350 килограммов и почти такого же веса колодец. Чтобы победить одной силы было недостаточно, нужно было продемонстрировать командный дух, а ещё правильно рассчитать тактику прохождения испытаний. Так как это командные соревнования, здесь собраны ребята с разными своими достоинствами силовыми. Кто-то более беговик, кто-то силовые показатели, кто-то верхняя часть пояса толкает. Наша днепропетровская команда сложила это всё вместе и сделался такой прекрасный симбиоз. Так что, в принципе, все силовые у нас под контролем. Осталось только поднимать и побеждать. Сразу после эстафеты богатыри принялись поднимать гантель весом в 85 килограммов. За три минуты командам нужно было продемонстрировать как можно больше подъёмов. Участники соревнований, большинство из которых – бывшие пауэрлифтеры, говорят, увлеклись богатырскими играми, потому что эти соревнования зрелищные и позволяют открыть в себе много новых умений. Пришёл, потому что нравилось, нравится выступать, интересно. Приходят люди, зрители поддерживают. Интересно видеть воочию борьбу. И когда поднимаешь танку – это одно, а когда поднимаешь более понятные вещи – это интересно. Такие старты помогают выявить слабые места и наработать, наработать, потому что каждый раз в Валерии организовываются соревнования, там разный набор упражнений, которые помогают более чётко выявить свои слабые места. В этот день участников финала Кубка Украины ожидало ещё немало испытаний. Конкурс прогулка фермера с двумя баллонами весом в 150 килограммов. Эстафета из становых тяг, где богатыри должны были за 60 секунд поднять определённое количество раз в четыре разных снаряда. И беговая эстафета со 100-килограммовой кегой, такого же веса покрышкой и железным чемоданом в 175 килограммов. В непростой борьбе победу одержала команда из Николаева под руководством двукратного чемпиона мира Виталия Герасимова. Запорожские богатыри завоевали серебро, а силачи из Днепропетровска – бронзу. Всего доброго и до встречи!